Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя легенды. Так, ежедневные награды, Лига Сёгунов забираем. Так, я надеюсь меня не сбросили, надо обязательно ребята это посмотреть. Но сначала мы заглянем в магазинчик и посмотрим, что у нас здесь выпадет. Так, по-моему Бибоб сейчас будет. Да, Бибоб фильм, ребята. Отлично, давай посмотрим, что здесь нам достанется. А тут по-моему ничего, ребята. Пусто там, да, 5 долларов. Хорошо, поехали дальше. О, осколочки 2 всего лишь, мало. Леонардо, 2 ДНК. Так, 2 золотых осколка, сплинтер, 1 ДНК, серебряных 2 осколка, кунаичи 1. Так, 3 телепорта, 3 доллара и 500 мутагена. Как-то жидко на самом деле, ребят. Ладно, давайте откроем с вами реварды, точнее заберем. Так, поднять уровень персонажа. Ну, это легко. Сколько у нас мутагена? 10 тысяч? Ах, да-да, ребят, смотрите-ка. Пока мы здесь, мы можем с вами прапать Джастина. Давайте, наверное, мы сделаем, да? 5 тысяч мутагена. Развиваем. Пускай он получает у нас четвертую серебряную звезду. И у него открывается новая способность. Искры из глаз. Джастин мечет во врага молнии из глаз. Вероятность 25% уменьшить скорость на 50% в течение двух ходов. Хм. А что, мне нравится, ребят. И заодно уровень ему поднимем, да? Да давайте. Вот так вот. Блин, 29-й. До 30-очки немножко не хватило. Ну что же, Джастин, Джастин, а можно мне кое-что глянуть? Что нам нужно для того, чтобы Джастину сделать 4 золотые звезды? Где он у нас вообще? Эй, Джастин, не прячься. А, вон он. Ага, нам нужно 330 золотых осколков, ребят. Это еще будет не скоро. Если честно, нам придется попотеть. Да. Осколки нам очень сильно нужны, ребята. И очень много. Так, ну что. Я считаю, что нам нужно для начала, наверное, сходить в магазин. У нас с вами очень много сюрикенов накопилось. И да, мы сможем купить здесь 5 карточек Лео. Потратим. И 5 карточек Змейка Вьюна за 2000 сюриков. Отлично, ребята. Кстати, смотрите, нам 2 карточки Лео, и мы его сможем прапать. Я считаю, что это хорошо. Так, что у нас 56? Ну, этого мало. Ну, и тут тоже мало, ребята. Пока ничего мы не сможем сделать. Так, предлагаю быстренько пробежаться по пиццу. Заработаем сейчас пиццу. Потом пойдем с вами, наверное, на арену. А дальше посмотрим, что у нас там за событие. Ну, по крайней мере, может быть, что-нибудь еще сможем пройти с вами. А куда у нас музыка исчезла? Что с музыкой? Здорово просто. Куда-то музыка стала пропадать. Кстати, если вы не заметили, то, ребята, я уже получил 87 уровень. Да-да, буквально вчера за кадром я играл. И получил этот левел долгожданный. Так, ну что, это у нас уже... Слушайте, ребят, что-то... Что-то как-то странного, мне кажется, а? Как только у нас победа, куда-то исчезает звук. Причем, я думал, что вначале это был просто глюк. Но он продолжается. Сейчас посмотрим здесь. Смотрите, звук есть в игре, да? Заметим, когда... Когда пиццелицево мы с вами накроем. Смотрите. Так, секунду, мы сейчас вот... Слушаем, звук. Смотрите, исчезает просто куда-то. Это с какого вдруг перепуга? Хм. Здравствуйте, приплыли. Совсем недавно такого еще не было. Что за ерунда? Может быть, это так с пиццелицем только? Так, давайте, ребята, еще сделаем с вами по-быстренькому две победочки, да? И пойдем уже с вами на арену. На арене нам надо, как вы помните, выбиваться в лидеры. Так, ох, как он хорошо получил. Давай его пробьем сейчас. Ю-ху, тыч. Смотри-ка, живой еще. Мне нравится, знаете, что у пиццелицево, вы заметили, во лбу? Гриб. Отмечаток гриба. Сейчас, если кто не заметил, в следующем бою обратите внимание. Так, еще 30 пиццы. И 35 пицц. Это будет, ребята, последний у нас бой. Ух, сегодня еще мы должны с вами поиграть в Тавру Конквест. Там будет прикольно. И тем, ребятам, кто не знает, что у меня есть второй канал, зайдите. Там очень много новиночек появилось. Так что заходите, наслаждайтесь и развлекайтесь. Так. Ну, ты посмотри, что он делает. Ну, ты напросился. Вон, посмотрите, ребят, во лбу у него, видите, гриб. Ну, правильно, пицца с грибами, елки-палки. Эх, жалко, здесь нет Микеланджело, да? Он у нас обычно любит пиццу. Обожает просто. Так, ну что, здесь мы с вами победили. Нет, все-таки странно, куда у нас музыка так приглушается, а? Так, победа. Ну, все, здесь мы разобрались. Так, идем сразу-сразу же с вами на арену. Турнир. В бой. И выбираем, какие у нас тут будут противники. Смотрите-ка, ребята, меня опять сбросили. На Лигу Самураев 3 звезды. Хм. Я этого не потерплю. И вы это прекрасно знаете. Поэтому выбираем с вами мы. Ой, даже я не знаю, кого лучше взять-то. Давайте, наверное, вот этих ребят. Какие тут? 46-й, 45-й уровни. Ну что же, придется немножко с ними повозиться. Так, беру Рахзара. Возьму Шредера. Возьму, наверное, Микеланджело. Так, возьмем, наверное, Бакстера и... Кого же нам еще-то взять, а? Ну, давайте вот так вот бибопа возьмем. Поехали. Слушайте, я должен, ребят, здесь победить. Без потерь. Желательно, как говорится, в сухую. Поэтому делаем для начала провокацию от Рахзара. Ха-ха. Нет-нет-нет, братюня. Так дело не пойдет. Ммм. У нас хилер кто здесь? В принципе, Микеланджело. Он хилит у нас. Мгм. Значит, нам желательно его наказать в первую очередь. Так. Так. Давай вот так вот сделаем. Че, никому, что ли, не смогли понизить? Да ладно. Вот так вот, ребята. Ах, чувствую сейчас. Ну, это ладно. Фиксим. Неужели успеет или не успеет, ребят? Сейчас мы посмотрим с вами. Да успокойтесь вы уже, а. Дайте мне уже сходить, в конце концов. Вот. У нас, значит... Слушайте, они, наверное, убьют, если я выпущу волну. Потому что, видите, две контратаки стоит. Ну, что же. Тогда мы будем с вами, знаете, как поступать. Рокзару, в принципе, пофиг, кого бомбить. Поэтому давайте, наверное, Криса. Есть. Отлично получилось. О, я только сейчас заметил, что, ребята, у нас провокация исчезла. И поэтому... Хм. Поэтому хилять, как говорится, не вариант. Вот это мы, ребята, с вами уберем. У нас понизили скорость. Нам это все ни к чему. О, во, во, во. Вот теперь будем хиляться обязательно. Так. Я дальше буду продолжать бомбить Рафаэля. Так, смертельную волну. Так, отлично. Вот теперь надо нам отхилиться. И будем все-таки, наверное, добивать с вами Рафика. Пытаться. Фига у нас получается-то это дело. Вы заметили? Есть. Готов он. Так, ну что же, теперь... Да давайте, наверное, Рокстеди будем бомбить с вами. У-ху-ху-ху-ху. Рокстедюшка родной упал. Блин, жалко, конечно, ребята, что мы с вами потеряли одного бойца. Но фиг с ним. Это все-таки хороший был результат. С вами мы обязательно дойдем до Лиги Сегунов. Однозвездочная. Это по-любайску за сегодня нам надо это сделать. И продолжаем с вами бой. Так, кого нам здесь выдадут? У-ху. Слушайте, я думаю, что вот эту вот бригадушку мы с вами сможем, наверное, разобрать. Но для этого мне понадобится кто? О-оу. Хотя, подожди, нормально, нормально. Тут 49-й и 48-й. 46-й уровней. Так, надо выбрать команду соответственно. Так, возьмем Зека и поехали. Тигр. Да, возьми Юкарай. И, пожалуй, возьмем... Хм. Ладно, возьмем Эйприл. Вот такой, ребята, бригадушкой попробуем здесь справиться. Не нравится мне здесь вот этот вот Микеланджело. Очень не нравится. Ну-ка, замедлял-ка. Не сработало, к сожалению. Хм. Так, что они все? На Эйприл? Так, ну я так и думал, что он сделает усиление своей команде. А мы сделаем тогда понижение брони. Да здравствуйте, почему не срабатывает-то? Что за ерунда? Вообще ни один скилл, ребята, не срабатывает, вы представляете? Так, усиляет свою команду. Этот хилят сейчас будет. Естественно. Как же без этого? О, нифига он отхилил. Так, нам нужно что-то снять с кого-то. Давай-ка мы, наверное, вот так сделаем. Ой, баф не сняли, к сожалению. Ну-ка, бомбанем. Тыдыч. Хорошо. Так, не надо Эйприл трогать. Давайте уничтожим сплинтера. И дальше... Ага, на кого он сейчас? Карайка, бедненькая моя карайка. Упала. Да что ж такое? Что ж нам не везет-то, а, ребят? Скорость повышает. Надо его... Надо его ликвидировать. Этого морозильного кота. Фуууу. Ну-ка давай похилимся. И будем уже с вами... Ну-ка вот так вот. Ага, все, Майк уже, считай, наш сгорел. Да, но опять же, ребята, мы с вами потеряли одного бойца. Как же меня это расстраивает, а? Я не могу прям... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Двух бойцов мы уже с вами потеряли. Эйприл оказалась слишком слабенькая. Вот чё-чё. Ну, так я, конечно, не думал, что произойдёт у нас. Ну, ладно, с одним бойцом бы я смирился. Но когда два бойца теряешь, это уже печалька, ребят. Ай, ладушки. У нас с вами всё меньше и меньше становится, как говорится, персонажей. А драться нам ещё очень и очень много. 376 мутагена. Куда меня сейчас поднимут? Ёлки-палки. 39 место. Я боюсь, мы так с вами не поднимемся в Лигу Сёгунов-то. Так, 15-19. Да, берём вот этих вот. И здесь у нас будет присутствовать кто? Естественно, Рафаэль. Хотя, секунду, секунду. Нет, мы не так сделаем с вами. Мы берём Рафика, возьмём Леонардо. Возьмём вот этих вот двух. Возьмём Бакстера. Так, подожди, Бакстера мы, наверное, с вами уберём. И вот так уберём. А вот так возьмём. Поехали. Ой, наверное, я опять очередную ошибку сделал. Ну, посмотрим. Я просто рассчитываю, блин, на Лео. Ой, ладно. Посмотрим, как у нас, ребята, пройдёт эта атака. Слушайте, в принципе, очень хорошо. Я вам могу сказать, очень хорошо. Ну-ка. Отлично просто. Смотрите, у нас остался Крис, Макман. Не дай бог. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Главное, не роняйте мне. Не роняйте. Так, что бы нам сделать? Да, нам нужно Микеланджело уничтожать. Да ладно, мимо. Ну-ка, атак если... О, хотя бы Макман упал. Блин, ну всё-таки... Всё-таки уронили, а, Карайку. Ладно, ребят, здесь победа стопудово за нами. Но опять же одного бойца потеряли. Да что за ерунда такая творится здесь? Я не понимаю. И со звуком. Что за ерунда, а? Что вообще с игрой происходит? Ну, куда нас? 27 место. Почему мы так медленно двигаемся? Я не понимаю. Ребят, что-то не то с игрой. Вот поверьте мне. Что-то здесь не чисто. Так, значит тут 14, 18, 15, 19. Конечно же, выбираем вот этот ход. И выставляем всех наших ребят, которые у нас тут остались. Вот так вот. Ну, должны, в принципе, мы с вами здесь выиграть. Я сейчас сделаю Рафиком провокацию. Так. Ага. Значит, нам нужно уничтожить, в первую очередь, я думаю, Бакстера. Давайте его накажем. Вот так вот, чтобы не хилил. Теперь мы с вами делаем провокацию. И все. В принципе, больше здесь никто ничего нам не сможет сделать, ребят. Так. Давай-ка плевком. Плевок такой слабенький у тебя, Бакстер. Вот, если честно. Ой, не надо только... А, ты так. Хорошо, он просто может, ребята, и другой удар сделать. Так, защита. Ладно. Предположим. Так, выпускаем гранаты. Точнее, снаряды. И... Да, я сделаю вот так вот, ребята. Контр. На кого повесилось? На Бакстера. Хм. Нам нужно... Давайте вот этого Доника уберем с поля боя. Нет, не убрали, к сожалению. Вот теперь минус. Так, хиляться. Нет, хиляться нам пока еще рано. Давайте попробуем... Вон того вот, Рафика убрать. Как-то надо постараться. Вот, вот он этот удар, ребята. Ух. Жесткий. Так, надо его бомбить. Пока не поздно. Сейчас я боюсь, Донателло сделает свои звездочки. И тогда здесь упадет еще больше народу. Твою маковку, а. Да что же за фигня-то такая происходит? Почему? Такие большие траты у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо. Очень плохо, ребят. Этот бой мне вообще не понравился. Как и перед предыдущим, который был. Где тоже у нас упало два бойца. Ай, нет. Ребят, не получилось у меня, к сожалению, подняться-то. На 18-я позиция только лишь. Ладно. Давайте-ка глянем по испытаниям. Ну что? Так, а у нас это еще не открылось, да? Черепачья буря. А здесь, по-моему, мы дальше не сможем с вами пройти. Сейчас я гляну мельком. 75-й уровень. У-у-у. Нет, это не вариант, ребята. Просто не вариант. Слушайте, у нас, по-моему, что-то по заданиям висит. Ага, все, я вспомнил. Давайте, ребятушки, с вами быстренько поищем карточки на персонажей. Так, ищем, кого он у нас. Быстрее. Опа, пиццелицей. У тебя там немножко осталось, и ты будешь тоже у нас прапанным. Тем более, ДНК выпало. Давайте еще посмотрим одну ДНКшку. Еее. Ну, а третью, как всегда, шиш дадут, да? Ну, естественно. Сказали, пошел ты. Тебе еще третью ДНК слишком жирно будет. Но две ДНК, это уже хорошо. Ищем следующего. Кандидата. И это у нас... Смотрите-ка. Еще четыре ДНК, ребята. И пиццелицы получат четвертую серебряную звезду у нас. Хм. Так. Ну, этих ребят нам не найти. Они с паков только выпадают. Поэтому давайте, наверное, мы с вами будем саблезуба искать. Так, что у нас тут? Одну ДНК выпало на него. Это уже плюс. Мда. Здесь неудачно. Смотрим. Да ладно. Всего одну ДНК дали. Да вы издеваетесь. Чего жадничать-то? Я не понимаю. Так. Надо нам тогда карайку. Обязательно, ребята, будем искать карайку. Потому что я ее хочу прапать. О. Выпало. Следующее. И еще одно. Ну, давайте третью. Раз в жизни-то дайте. Ее, ребята. Три ДНК из трех. Это вообще шикарно. Это очень хорошо сыграло у нас. Так, давай-ка тогда мы, наверное, будем искать на Бакстера. Я Бакстера тоже хочу прапать. Потому что у него все-таки, ребята, две супер-атаки массового поражения. Так. Отлично. У нас, кстати, еще будет попыточка вот здесь вот найти ДНК. Он должен довольно быстро у нас раскачиваться. Потому что две попытки у нас есть на поиск ДНК. Да. Ты смотри. Зажадничали. Да. Еще здесь не дайте мне. Нет. Здесь все-таки дали ДНК. Вот жулики. Так, тогда двигаемся с вами далее. Кого бы, кого бы мне найти. Ага. Давайте-ка мутагеноида. Он тоже у нас уже, считай, половину набрали мы для него, да? Как же... Ну, такими темпами мы будем на него, конечно, еще долго искать ДНК. И это очень плохо. Так, мы выполнили. Да, выполнили задание, ребята. Забираем. Здесь тоже забираем. Пройти серию испытаний. Ну, это легко. Это просто на одном, ребят, дыхании сейчас. Они пробегут у меня. Слушайте, а может быть нам зайти с вами... Сейчас мы после вот этого всего сыграем еще один раз на аренде, да? И потом можно будет заглянуть в основную сюжетку. Посмотреть, может быть мы сможем какой-нибудь уровень с вами одолеть. Было бы довольно неплохо, я считаю, да? Так, давай накажем. Трич. Отлично. Двигаемся далее. Так, и здесь у нас, ну, старая шейка-лейка. Бибо, Парокстеди и Маузеры. Ну и вонючий мелкий Бигфут. Ой, какой Бигфут? Футовец. Ниндзя-футовец. Так, тихо, не выделывайся, а. Так, минус. Я вот удивляюсь, да, ребята? У них 61 уровень. Почему они такой жесткий дамаг наносят моему Рафику? С чего вдруг? Разница в 10 уровней. Вы посмотрите, а? Как этот Бибоб. Пол ХП от него. А вы представляете, если бы он стрельнул бы в Зака? Зак бы, наверное, там бы и рассыпался сразу же. Ха-ха. Так, ну ладно, замечательно. Это мы пропускаем. Естественно, с вами забираем реворд. Ну, давай, давай, давай. Хорошо, все, я понял. Так, вот они наши плюшечки. Забираем. Ну что же, с этим мы покончили, да? Давай-ка вот сюда зайдем. Отдадим эту карточку на обмен. Потом вот эту. На обмен. Так. Смотрите, ребята, я карточки потратил, да? А все равно показывается, что еще типа два есть. Это все на самом деле не так. И что же нам сделать? Мы хотели в сюжетке посмотреть, ребята. Главу шестую. Вот здесь мы остановились. Давайте посмотрим, какой уровень. 72-й. Слушайте, я думаю, что мы, наверное, созрели и сможем здесь дать отпор. Поехали. Нам надо продвигаться дальше. Несмотря ни на что. Они первые ходят. Почему такая несправедливость? Я не понял. Опс, молодец. Так, мне здесь не нравится только один. Это вот зэк. Он у нас самый-самый слабый из всей компашки. Так, давай-ка мы вот этого вот накажем. Потом у нас пойдет... В принципе... Ну ладно, давай этого накажем. Клан футовца и... Ху-ху-ху. Давай пробьем. Попробуем. Йо-ху. Тыч. Упал. Отлично, ребята. Так, сколько там волны у нас? Три. Ну что ж, неплохо. Так, а здесь у нас бакстер поджидает. Ну давай мы его тогда, наверное... Вот так вот. Ой. Ё-ё-ёй-ёй. Хм. Провокацию, я думаю, не стоит набрать. Рахзаром. Лучше мы возьмем Рафиком, если что. Если успеем. Хе-хе-хе. Молодец, Раф. А мы знаете, что с вами сделаем? Вот так вот. Надо укрепиться маленько. На всякий случай. И сделаем супервертушку нашу. Тресь. А что, неплохо. Очень даже неплохо, ребят. Благодаря защите... Эээ... Зэк более-менее еще продержался. Вы заметили? Так. Так, теперь будем просто их разбирать. Всех. Одного за другим. Так. Получ... Да что ж такое-то. Ну-ка. Вот так вот. И последний футовец. Ну что он выделывается-то? Отлично. Победили. Так, ну что. Заключительная волна. И здесь у нас мы видим... Ванька стоит. И зэк. Соответственно, нам в первую очередь нужно здесь взять провокацию. Именно от Рафика. И уже бомбашить. Как это? Мимо-то я не понял. Хорошо. Давай попробуем вот так вот сделать. Отличненько. Так. Секунду, ребятушки. Отвлекают. Ну что, поехали. Так, бомбить. Бомбить мы будем, наверное, вот этого. Нет. Надо Ваню уничтожать. Я на Ваню не переключился. Ё-моё. Он же сейчас будет бабахать, наверное. Так, давайте сделаем тогда... Отхил. Есть. Смотри, что они делают, да, ребят? А он сейчас будет стрелять, да? Ну, так и есть. Он стреляет. Да ладно? Ты чё, пупил что ли? Ты посмотри, ребят, сколько он здоровья отнял. О-оу. Как быть? Блин, он ещё и на провокации. Да что за фигня-то такая? Эй. Блин, Рафик. Я боюсь, ты упадёшь сейчас. Из последних сил. Ёлки-палки. Я офигею. Гад этот с провокацией стоит. Есть. Уронили мы его. Так, Рокзар, ты уж прости, но придётся тебе брать инициативу на себя. Дальше нам нужно... Вон того. Подожди. Гранату. Я больше, чем уверен, он бросит гранату. Ладно, я уничтожу вот этого вот футовца. Потом я хочу вот этого уничтожить. Зэка. О-оу, не получилось, ребята. Не получилось. Ну-ка. Давай бросим бомбочку. Есть. Так. Футовца мы положим сейчас. Отлично. И остался Ванька Дуралей. Давайте его быстренько раскурочим. Быстренько что-то не получается у нас как-то. Да что за ерунда такая? Зэк упал. Да что ж такое? Есть. Ребята, ну что я могу сказать? Мы с вами прошли этот уровень. Конечно, не без потери, но всё-таки мы с вами продвинулись ещё немножко вперёд. И это очень хорошо. Очень хорошо. Смотрите. Вот тут у нас уже будет зэк. Давайте посмотрим, какие здесь уровни. А как это так? Подожди-ка, я не понял. Мы, значит, дрались вот здесь вот. Тут были 72-е, да? А вот в этом уровне все 70-го. Почему? Слушайте, ну здесь должны потянуть. Поехали тогда. Чё мы будем тут тю-тюкаться-то? Согласитесь. Это даже круто для нас. Так, стрелковые, да, все? Ну-ка, для затравочки бомба. Ба-бах. Слушайте, скорость мы замедлили, но не всем. К сожалению, не всем. Давай вот так накроем его сразу. Бам! Ого! Крепкий малый. Слушайте, вот здесь вот хорошо делать, знаете, с чего? Контру вставить. Хорош, хорош. Видите, массовыми делают атаками они. Минус. Ну что ты чудишь. Давай, Раф. Молодец. Рафик просто изумительно себя ведёт. Ага. Одного не стало. И вот эту... Нет, давайте вот этого, наверное, добьём. Да что такое? Я же вставил сюда. Хорошо, сейчас добьём, ребята. Вот так вот его. Йоу! Тыч! Лежи и отдыхай. Вторая волна. Но здесь у нас, ребята, просто дроны. Хм, дроны. Давай вот так вот. Тыч! Слушай, ребята, они... Нет, тут не все у нас массовые стрелки. Поэтому нам надо вот так вот делать, скорее всего. Надеюсь, я прав. И теперь уже разбирать потихонечку. Блин, что же они такие крепкие-то малые, а? Что ты сразу сморщился-то, а? Сил там. Не надо никаких бомб! Ребята, а бомбочка-то с постепенным уроном, оказывается. Вы представляете? Надо его нафиг ликвидировать как можно быстрее. Ага. Ничего не выходит. Тихо, ребята, тихо. Не суетимся. Так, ну что, разбираем потихоньку, наверное, я. Все равно постепенный урон, ребята, действует на нас. Но не так сильно. Если бы у нас не стояла бы защита, поверьте, мы бы с вами здоровья теряли бы больше. А так... А так даже очень ничего. Тем более она уже исчезла. Ее нет на нас. Так, ну что, третья волна. И тут у нас будет главный это... Слушайте, я думал, что здесь будет зэк. А здесь никого нет. Тихо! Нам-то только лучше. Ребятушки. Тогда давайте валить их всех. Кидри, а не фени. Так, я могу вертушку себе спокойно позволить здесь применить. Йоху! Вот так-то. Чего бы вы тут, ребятушки, не делали, вам все равно хана реки. Зэк, ты, главное, не падай, пожалуйста. Хорошо? Ну-ка. Ее! И добивочный. На-ка! Слушайте, замечательно. Здесь вообще на изи прошли. Ха-ха. Причем, три звезды. Шикарно. Как-то очень немножко странно здесь это все... Оу, даже карточку зэка дали. Очень странно, да, ребята? Тут, главное, 72 уровни, а тут 70. Ну-ка, посмотрим, кто у нас здесь. 71-й и 73-й уровень. Тут у нас Рокзар. Тут у нас... Тут у нас Би-Боб, вот этот вот. Слушайте, а давайте рискнем. Давайте рискнем. Так, и тут у нас футовцы, да, значит, встречи... Ого! А что такое... Что так жестко-то? Эй, ребята! Может, потише маленько-то будем? Поспокойнее? Что за суета-то? Я не... Ну-ка, давай-ка этого... На! Нифига... Так, этот бомбит. По рафику. Нет, я не буду, ребята, применять сейчас в данный момент... ...свой суперудар. С этим я разберусь. Отлично. Падают вообще, как ватные. Слушайте, вот этот... Надо с ноги его уносить. Тыч, готов. Ну, а теперь и вот этого. Нормуль. Переходим на вторую, ребят, волну. Так, а здесь у нас Рокзарчик, да? Поджидает. Сто пудиков он будет делать, ребят, провокацию. Поэтому нам нужно... ...как-то его опередить, я думаю. Давай вот так вот. Сударо... Да что же... Слушай, я все равно его должен вынести. Да ну нафиг! Как так-то? Я не понимаю, почему так происходит. Рокзар смог выстоять. Вы представляете, он даже не получил урона. Все, я его пробиваю, ребят. Хочет... Хочет он того или нет, но он упал. Так, смотрим дальше. Давай. Опс, минус. Ну что, остались у нас только ниндзя-футы. Да что ж такое-то? Не можем. Ребят, ну здесь сказывается уровень. Все-таки 71-й. Так, нужно лечиться. Обязательно лечиться. Потому что... Эээ... Крис у меня может упасть буквально с любого удара. Давайте поставим защиту. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь. Во! Во-во-во-во-во-во. Давай, Леонардо. Вот, отлично. Мы немножко на коне, ребят, с вами. И продолжаем разбор полетов. Так, с ноги его. Этого маузера мы должны, в принципе, на изи снести. Давай вот так вот. Хопа! Шикарно. Ребят, третья волна. И кто нас тут поджидает? Да, вот этого надо в первую очередь, ребят, сносить. Да посмотри, как они разбирают лихо. Эй! Я даже не знаю, ребят. Ну-ка. Поможет? Не помогло. Нифига. Блин, минус Крис, ребята. Минус Крис! У него двойная атака. Нам нужно его бомбить. Нам нужно его обязательно забомбашить, потому что он может еще сделать свою, ребята, уворотливость. И тогда мы его фиг пробьем на его-то уровне. Так, делаем вертушку от Леонардо. Ее! Ты посмотри, ты посмотри, что произошло. Эх, жалко. Жалко этого у нас не видел наш павший боец, ребята. Вот этот вот финал, так скажем. Ну что же, мы с вами хорошо прошли. Я думаю, что на этой ноте можно, в принципе, ребята, и завершить эту серию. Надеюсь, вам понравилось, как и мне. Так, посмотрим сейчас быстренько, что у нас тут. Вот здесь вот. Какие уровни? 73-75. Но здесь, конечно, крупноватый для нас, ребята. Ага. А в этом у нас какие там остались? Если мы предположим, что пойдем дальше. Предположим. Глянем. 72-й и 74-й. Да, крупноватая нажива, ребята, крупноватая. Но если мы тут пройдем, будет вообще великолепно. А я хочу пройти это все. Это у нас сложный режим, ребята. Не забываем об этом. Пока, как видите, не везде три звезды. Но это все дело поправимое. Мы будем с вами качаться, развиваться, становиться крепче. И подожди-ка. А у нас... У нас разве не осталось? У нас же еще пять карточек для боя, ребята. Как же я про это забыл-то? Ёлки-палки. Хотел уже было закругляться. Ага. Вовремя я вспомнил. Так, ну что, выбираем. Здесь, в принципе, можно любого. Они все одинаковые, да? 14-18. Но мы возьмем с вами кого-нибудь попроще. Чтобы побыстрее все это сделать. Я думаю, что для этой роли нам пригодится... Сойдет вот этот вот, наверное. Давайте сделаем вот здесь откаты. По полной, как говорится, программе. И в бой. Сейчас быстренько его накумарим. Их точнее. И все будет замечательно у нас. Так, для затравочки бомбочка, естественно, сразу же летит. Потом можно когтями любого здесь пришибить. Роли никакой нету. Теперь вот так вот с ноги кия. И добьем, наверное, мы. Хотя вряд ли все упадут. Но посмотрим. Все упали. Вот такая вот у нас легкая оказалась, ребята, победа. Ну, а теперь уже... Да, теперь уже можно, ребята, смело говорить. Вот, и я перешел на Лигу Сеган. Ровно соточка, ребят. Ну, ничего страшного. Наверстаем, укрепимся и просидим. И получим все, как говорится, наше добро. Ну, а на этом будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй. Увидимся в следующих новых видосиков. Всем удачи и всем пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова